Микс Ньюс Мы подробнее остановимся на всех, Галя, твоих должностях. Спасибо, что ты к нам пришла. Добрый день. Добрый день. Программа «Зеленая лампа» помогает тем, кому нужна наша помощь, и она работает для тех, кто хочет помогать. И вот сегодня, вторую неделю мы посвящаем эту программу, включаем «Зеленую лампу» для Дарты Виттеллы. Мы в прошлый раз рассказывали об этой девушке, ей 32 года, она тренер по теннису, и у нее очень тяжелое заболевание. 17 месяцев она борется с тяжелой онкологической болезнью. И сейчас на этом этапе, благодаря тому, что уже была собрана с вашей помощью большая сумма денег на оплату лекарств по иммунотерапии, произошли улучшения. Мы вам об этом уже рассказывали, то есть Дарту лечат немецкие врачи, процедура она проходит также и в Латвии, и эти лекарства, которые для нее подобрали в немецкой клинике, они принесли очень хорошие результаты. И сейчас у нее и кровь улучшилась, и анализы все улучшились, и она даже уже играла в теннис. Поэтому буквально остался один рывок, нужно собрать еще на три курса иммунотерапии, и на два мы уже с вами собрали. То есть остался один курс иммунотерапии, который стоит 3300 евро. И в принципе у этой девушки будет все хорошо, потому что врачи в этом уверены, и Дарта всех очень благодарит, и тоже сама в этом уверена. Поэтому наш телефон 9306384, и эту неделю всю до следующего вторника будет работать для 32-летней Дарты Витолы. Стоимость звонка евро 42 цента. Я напоминаю, что наша гостья сегодня продюсер Галина Полторак. Она очень известный человек в Латвии. Благодаря Галине мы видели таких звезд, музыкантов, артистов здесь и других людей, представителей искусства, которых другие, может быть, страны не всегда могут и мечтать. Но начать я хочу не с этого, а Галя, скажи, пожалуйста, а что вообще тебя радует в сегодняшней жизни? Мы понимаем, что пандемия, мы понимаем, что планы у всех там порушились, а у продюсеров, наверное, особенно порушились. Ну, то, что порушились планы, это, конечно, однозначно. И то, что сейчас происходит в этой сфере, все концерты, особенно большие концерты, особенно весь сезон в концертном зале «Дзинтери», который вынужден перебазироваться в 2021 год. Машина времени. Машина времени. Мой дедюля. Дедюля, который всегда проходил на ура, и у него здесь огромное количество поклонников. И, конечно же, всегда расчет в концертном зале на то, что присутствуют туристы, которые, конечно, посещают все концерты в концертном зале. Теперь мы вынуждены все эти концерты перенести. Целыми фестивалями, как и рандеву «Лайм и Вайкл» они все тоже перенесли. Во всем мире так перенос этот произошел. Поэтому, конечно, это мало радует, но радует то, что не сдаются ни продюсеры, ни артисты, которые по-всякому проявляют себя сейчас в этой замечательном пространстве, которое называется интернетом. И мы слушаем их и в Фейсбуке, и в Ютубе, и всякие зумы организовываются. И это держит всех нас в состоянии, ага, мы подождем, вот так вот, а потом будет живая встреча. Вот тот же дедюля, он и квартирники вслед за Марголисом стал организовывать. И много-много других артистов, которые вот таким образом выступают. А тебя лично что порадовало из этих онлайновых выступлений? Онлайн-выступления? Меня радует, у меня есть подруга очень хорошая, актриса из Москвы, Вера Бабичева, которая читает произведения, просто это читка произведений. В своё время, уже в прошлом году, впервые было, я так думаю, что это было впервые так на публику, организовано и назвалось таким интересным словом читакль. Читакль? Да, читакль. Надо записать. Потому что участвует несколько артистов, и каждый читает там какие-то свои роли разделено. Но Вера Бабичева читает одна произведения Чехова, стихи и так далее. И вот это, конечно, интересно. Я сама поддалась искушению и прочла. Тоже прошла. Прочла, да. Потрясающий совершенно рассказ, который написал Пол Уиллард в 1966 году. Но поскольку это было очень созвучно с тем, с моим представлением, куда уходят люди после жизни на Земле. Это рассказ про телефон. Рассказ про телефон, что есть другие миры, где можно петь. А поскольку в эти дни мы провожали Юру Фатеева, то это миры... Это художник и музыкант. Художник и музыкант. Поэтому можно играть и рисовать в его мире, который существует где-то вне нашего мира. Ну, хочется самые хорошие слова сказать и вспомнить этого человека, о котором действительно сейчас в последние дни все друзья его просто пишут. Какие-то очень светлые воспоминания. Сегодня тоже провожали мы Галину Фролова. Это журналист, известный кинокритик и человек, сделавший в журналистике Латвии очень много. И в киноискусстве очень известная. Не только в Латвии. Ее знают хорошо в России, ее знают хорошо те, кто работают с фестивалями, кинофестивалями. То есть Галина была редактором журнала «Кино» в свое время. И много работ. Она знает всех, знала всех. И вот сегодня мы ее тоже проводили. Очень грустный день. Но вот как-то память остается с нами. С грустного начали. Пока мы живы. Галь, ну давай тогда вспомним. У меня этот вопрос позже был задуман. Но давай вспомним про вот этот рассказ про телефон. Оператор. Да, оператор «Будьте добры». Оператор «Будьте добры». Но его, пожалуй, лучше просто прослушать. Потому что это рассказ про мальчика, в доме которого появился телефон. И для него это было нечто необычное. И когда он смотрел, как домашние разговаривали по этому телефону, ему казалось, что там сидит какой-то удивительный человек. Вот этот оператор «Будьте добры». И там была женщина. И однажды, когда он остался один дома и ударил палец молотком, он сам рискнул, поднял трубку и спросил оператор «Будьте добры». И ответил женский голос, который стал с ним разговаривать. И посоветовал ему, возьми лед и приложи к пальцу, и тебе станет лучше. И после этого он стал с ней общаться. И общался по всем вопросам, какие только у него возникали. И оператор не ленилась, отвечала ему, несмотря на то, что это был маленький мальчик. И вот однажды, когда у него умерла канарейка, и оператор пыталась его утешить, а он был безутешен и говорил, «Ну как же так, птичка, которая нас так радовала, вдруг лежит с желтым комочком на дне клетки». И тут оператор сказал вот эти главные слова. «Запомни, — говорит, — есть другие миры, где можно петь». И ему сразу стало легче. И он через какое-то время, семья уехала в другое место. И он всегда вспоминал очень тепло оператора, который помогал ему в эти трудные минуты его жизни. И когда он закончил уже институт, и случайно оказался в этом городе, он позвонил и услышал тот же самый голос. И он сказал ей какие-то слова, которые ей напомнили о том, что это тот самый мальчик. И он сказал, «Вы знаете, как меня выручали вот эти разговоры с вами?». А она сказала, «Как меня выручали, потому что у меня нет детей, и ты был моим вот таким вот важным моментом в жизни». Он говорит, «Давайте мы встретимся в следующий раз, когда я буду в городе». И она говорит, «Да, конечно, позвони и скажи, спроси просто Салли». Когда он был в следующий раз в городе, он позвонил. Но ответил ему совершенно другой, чужой голос. И сказал, «Вы знаете, а ты кто?». Говорит, «Я Пол, а ее уже нет больше трех недель. Но она тебе оставила записку. Можно я тебе прочту?». Ну, ему прочла. И прочла ему вот те самые важные слова. «Помни, есть другие миры, где можно петь. Пусть, и он поймет». Ну, вот после этих слов он положил трубку, и вот эта история согрела, по-моему, очень многих людей, которые ее прочитали. — Чудесная история. Спасибо, Галя, что нам ее рассказала сейчас. И вы можете, дорогие радиослушатели, на страничке Галины Полторакна в социальной сети Facebook, там есть запись этой истории, да? Да, ее снабдил видео рядом и аудио рядом мой сын Арсений, который очень хорошо знал Юрия, и который сам сделал хороший такой душевный пост и маленький фильм про Юру. Так что все можно найти в Facebook. Вовремя сказанные важные слова очень помогают, но на уровне чуда иногда помогают человеку пережить сложные ситуации. Я напоминаю, что наш телефон 9306384 работает для 32-летней девушки, тренера по теннису, очень красивой, очень оптимистичной, очень милой. Дарты Виттлэ, чтобы помочь ей окончательный рывок сделать, окончательно победить эту тяжелую болезнь. Вы знаете, это будет общая победа не только Дарты, но и всех вас, и нас, потому что действительно люди очень сплотились, чтобы помочь ей. И я просто даже сразу озвучу. За неделю для Дарты на оплату лекарства собрано 6 тысяч. 990 евро. И было сделано 1975 звонков. 1975 звонков. Это вот, представляете, почти 2000 людей позвонили, евро 42 цента отправили девушке. И вместе это получилось 2449 евро от этих звонков. Маленькие звонки составляют такую большую помощь. Всего собрано без малого 7 тысяч. И надо собрать 9900. То есть осталось чуть даже меньше 3000 собрать нам за эту неделю. И у Дарты мы верим, будет все хорошо. 930-6384. У нас в гостях Галина Полторак, продюсер. И человек, который делает очень важное дело в Латвии. Она устраивает дни Михаила Казинника. И, кстати, Галя, ты человек у нас совсем не случайный, потому что Михаил Казинник был тоже в нашей программе «В зеленой лампе». Очень интересно рассказывал, как музыка лечит людей. И о своих личных опытах и переживаниях в этом плане. И дни Казинника – это событие, это огромное событие. Расскажи, пожалуйста, как ты с маэстро познакомилась? И вообще, как эта идея-то возникла? Да, да. Но на самом деле, то, что я сегодня одна, для меня даже это как-то неловкость некая, потому что я всегда с кем-то. Потому что все личности, которые приходят со мной, они всегда интересны и какой-то занимают специальную нишу в культурной жизни. Михаил Казинник был нам неизвестен до 2010 года. И в том году мы делали такой форум, тогда жив еще был Марат Каландаров, был президентом Ассоциации писателей-публицистов. Вот мы получили деньги, по-моему, европейские на проведение этого форума. И с каждой страны должны были представители быть на этом форуме. Вот. И вдруг из Швеции представитель запланированный не смог. И они сами, шведы, предложили, вот давайте вместо него есть такой, который у нас пишет стихи. Мы его позвали, вернее, Каландаров. От Швеции. От Швеции. Позвали его как поэта. А он в телефонном разговоре вдруг спрашивает, а скрипку надо захватить? Каландаров очень удивился, говорит, ну давай, захватывай. Ну давай скажем кто-то, озвучим все титулы Михаила Казинника. Михаил Казинника титулы мы начали озвучивать гораздо позже, потому что тогда он приехал, и мы вообще ни одного его титула не знали. Скрипач оказался, поэт, запятая скрипач. Вот. А потом он уже для нас стал и лектором, и педагогом, и профессором драматического института Стокгольма, и потрясающе эрудированным человеком, которому вручена масса премий. Его наша академия, наш институт Ресеба пригласил и сделал четным профессором. Ну и так далее. У него действительно много очень званий, которыми не могу сказать, что он прям гордится, потому что он сам по себе является очень интересной и значимой персоной. Мне кажется, он, во-первых, виртуоз скрипки, виртуоз просто. Ну, виртуозом, конечно же, для того, чтобы быть виртуозом и соревноваться с первыми скрипками мира, это нужно постоянно заниматься, это известный факт. Да. Ему, конечно, уже у него такой возможности нет, потому что он проводит вот в передвижении всё своё время, и в основном его сейчас инструмент – это лекции. Лекции, потому что он ещё и просветитель. Просветитель, он совершенно необыкновенный. И с собой он возит коллектив, который демонстрирует или как бы иллюстрирует всё то, о чём он говорит. Точно так же, как у нас. У нас тоже есть такой костяк, который приезжает каждый год на эти Дни Казинника, поскольку параллельно идёт конкурс, и они все являются членами жюри. Это Станислав Соловьёв, это когда-то Андрей Чистяков, это Михаил Светлов, это Ата Светлова. И мы, конечно же, поддерживаем эту команду, стараемся собирать одно и то же, потому что уже все понимают друг друга с полуслова, и нет никогда никаких расприи среди членов жюри, и определить, какие места для нас не составляет проблемы. Там час, и всё понятно. И, конечно, если сначала это была достаточно большая проблема объяснить, кто такой Казинник, и в первый концерт, который я организовала в Вернисаже, собралось там 170 человек, как сейчас помню, и мастер-класс, который он провёл в то время, до сих пор собирает зрителей в Ютубе, потому что он является очень интересным, уникальным мастер-классом. А уже на следующий приезд, это уже был полный зал дома конгрессов, и потихоньку, конечно, он стал известной личностью, и уже теперь есть фан-клуб, его ждут, и его лекции сейчас слушают и в Ютубе, и на канале Фейсбук. Потому что он тоже вынужден, хорошо, что он добрался до Стокгольма, и вынужден сейчас все эти лекции выкладывать. Нет, он в прямом эфире один раз в неделю появляется на Фейсбуке по пятницам, пять часов, так что милости прошу его слушать. Кстати, спасибо за хорошую информацию, но Латвии повезло, он уже, дни Казинника в этом году успели пройти. Это было просто счастье, что действительно мы успели все концерты провести, обычно на это уходит целая неделя, и 1 марта последние концерты мы закончили, дни Казинника. Буквально перед началом изоляции. Да, и каждый раз мы расширяем все возможности свои. Интересно, что в этом году мы один из мастер-классов провели в музее дигитальном, который на Валдемар, не, на Спорта. На Сколос. На Сколос. На Сколос, да. На Сколос. Это тоже был интересный опыт, потому что это еще сопровождалось таким видеорядом, который не забываем. Диджитал арт-хаус. Диджитал арт-хаус, да. Там был мастер-класс. Ну, это очень здорово, и надеемся, что в следующем году уже не будет таких неприятных сюрпризов, и все продолжится. Конечно, надеюсь тоже. И конкурс «Восходящие звезды», да, тоже происходит. Мы сейчас прервемся на несколько минут на рекламную паузу, потом продолжим прямо с этого момента говорить с Галиной Полторак. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа», программу о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. В гостях у нас сегодня Галина Полторак, продюсер и президент правления Международного центра талантов. Мы в первой части остановились на днях Михаила Казинника, которые, к счастью, успели состояться и были проведены в Риге. И самое-самое яркое впечатление от этих дней. Вот что, Галина, для тебя? Мне трудно сказать, потому что я в каждый концерт вкладывала душу и переживала за них, как будто сама выступая. И все концерты проходили в разных местах, и каждый концерт был по-своему ярким. Это была и Малая гильдия, и Реформаторская церковь, и Большая гильдия. И, кроме того, у нас был литературный концерт, который инициировал Рустем Галич, с которым мы тоже давным-давно работаем, и в котором участвовала Зиганшина Юлия. И было два выступления у них, одно из которых было в Каугуре для цыганского населения, поэтому у них немножко была цыганская тема. И это был тоже незабываемый совершенно концерт. Те, кто там побывал, просто никогда его не забудут. И, конечно же, мы там напланировали кучу всяких мероприятий после этих концертов. Но Юлия Зиганшина оказалась настолько интересной певицей, хотя мы ее уже знаем, но теперь познакомимся еще ближе. Мы решили, что обязательно пригласим ее еще раз. Вот она должна была в июне быть с концертом, ничего не получилось. Передвинули на сентябрь, и дальше уже будем смотреть, получится в сентябре сделать ее концерт или нет. Или же все придется переносить. Но, слава богу, пока мы можем запланировать дни Казинника, что они пройдут в намеченные сроки, то есть в конце февраля следующего года. Мы надеемся, что уже можно будет, так сказать, открыть двери всему потоку и из России, и из всех остальных стран для участников этих дней. Потому что мы принимаем здесь не только, вот участвуют не только из Латвии, из Эстонии, из Литвы, а очень интересная и большая широкая география этого конкурса, который заканчивается тем, что мы присваиваем награды, которые позволяют им участвовать в следующих конкурсах. Ну вот, например, Дайнис Медяник, он же победил в конкурсе «Восходящие звезды» как раз. Так вот, Дайнис Медяник у нас просто такая уже легендарная личность, потому что он был в первом самом конкурсе, когда присутствовал пианист и организатор Копенгаген Summer Festival Поль Розенбаун, и он его выбрал для участия в этом фестивале. И Копенгаген тогда оплатил всё, он съездил со своим, по-моему, папой, играл вместе с Розенбаумом. Сколько было лет ему? Боюсь ошибиться, но ему, по-моему, было 14, и то он ещё маленький был. Потом он вошёл в шестёрку лучших скрипачей мира. Он участвовал, да, в конкурсе «Поганини» и вошёл в шестёрку лучших. И он постоянно развивается, он уже каждый год выступает здесь у нас с Соловьёвым, или же в наших больших концертах. И, конечно, он рад сюда вернуться, потому что он всё-таки родом отсюда, несмотря на то, что он сейчас живёт в Ганновере. Он закончил консерваторию в Ганновере, но он очень целеустремлённый, упорный, работоспособный. Очень душевный, в общем, все замечательные качества у него есть. Вот так вот, Латвия идёт в мир, вот имена свои, да? Да, да, да. Которым можно гордиться, безусловно. Галя, вот... И всегда восхищается нашими победителями и нашими участниками. Да, они скаунтс, с которыми мы теперь стали сотрудничать, и он для своего молодежного концерта берёт из наших, из наших победителей. Обязательно перед летним его большим фестивалем оперным в Сигулде на дневном концерте участвуют наши победители. А в этом году он пригласил на сольный концерт, или не сольный, но пригласил Соловьёва, это тоже, в общем, большое признание его, качество его выступлений, и Дайниса, но похоже, что всё-таки не доедут. Вот мы сейчас говорим об этом, да, что могло бы быть, что состояло, что просто так грустно становится, и в то же время, ну, как надежда есть, что всё это будет. То есть ещё больше хочется услышать, увидеть. Да, да, да. Потому что мы как-то вот привыкли, что у нас всё происходит, у нас много чего происходит. И тут раз, и всё это. У нас действительно, наша страна славится тем, по-моему, что буйно культура у нас расцветает. Вот, а что будет. А теперь это всё в архиве. И когда мы начнём это вынимать... На паузе, мы скажем. На паузе. Ну, скажем так, на паузе. Вот отпустим эту кнопку, отпустят нам эту кнопку, и потом всё будет. Галю, вот если про Казинника говорить, ещё такой вопрос. У вас был, он проводил семинар «Школа будущего». Он же любит, правда, на эту тему много обсуждать. И тут мы за последние месяцы поняли, что «Школа будущего» – это онлайн-обучение. Как ты к этому относишься? Плюсы или минусы? Что от этого больше? Ну, на самом деле, мне не кажется, что онлайн-обучение – это лучшее, что мы можем придумать. Нам говорят, что так. Да, я понимаю, что придётся, наверное, согласиться, но довольно тяжело осознавать, что общение будет таким образом ограничено. И я знаю, как сейчас, например, вот у меня там девочка знакомая, которая сдаёт в медицинском, когда сдача экзаменов связана с тем, что ты должен показать всю комнату, ты должен только никуда не отклонять глаза, видны твои руки, и вот таким образом сдаёт экзамены в онлайне. Учёба, конечно, она, наверное, не так напряжена, но дети затрачивают гораздо больше энергии. Вот все говорят, что больше времени на это тратится, и больше сил, наверное, они меньше гуляют, меньше развлекаются в связи с этим. Ну, а говорить о родителях, у которых там несколько детей, и своя работа есть, и всё это происходит одновременно, пока ещё у меня в голове не укладывается. Надо каждому компьютер свой купить. Но это не решает проблему, всё равно родители так или иначе участвуют в этом процессе. Конечно, контролировать, так всё-таки есть учитель. Нет, нет, это... Хотя Казиник, например, готовит академию свою, где у него будет на всякие темы определённые лекции, которые можно будет послушать потом в интернете. Ну, как бы у него и сейчас есть больше 60 фильмов, которые тоже можно послушать. Но в этой академии... Это стоит послушать? Это стоит послушать, да. У него большой багаж, но поскольку он оказался вот в такой изоляции, он не может сидеть без дела. И поэтому он вот теперь готовит эти вот маленькие, ну, а, наверное, небольшие, наверное, на часовые лекции на каждую тему. Он будет позвонить по скайпу и с ним пообщаться в прямом эфире. Он будет рад, да? Конечно. Вот так и сделаем. Конечно. С таким человеком всегда счастье просто. Да, да, да. Его всё время кто-нибудь спрашивает о чём-то последнее, что его спросили, что бы вы сказали себе, шестилетнему, свои 60, там, что бы он сказал. Есть, и это, если хотите, посмотрите, есть в интернете, в фейсбуке. Ну, не то есть секрет, да? Секрет. Хорошо. Тогда этот же вопрос, Галя, мы тебе зададим. Ой, шестилетний. Да, вот встретила ты себя. Это, кстати, есть такой психологический приём, да, очень часто, когда у человека проблемы, психологи говорят, представь вот маленькую девочку или маленького мальчика себя в 6 лет, в 7. И скажи ему. Я знаю, это вижу, это на экране, в телевидении, в этих передачах, когда говорят. Шестилетнюю я себя вспоминаю. Я была в Китае. Ой, вот это да. Это был последний год папиной службы в Китае, и мы должны были уехать на север, в Кем, к Белому морю. Предстояло огромное путешествие, длинное, на поезде. Что бы я могла пожелать? Пожелать слушать себя, когда предстоит какой-то серьёзный выбор в жизни. Потому что в своё время, когда вот этот выбор передо мной стоял, я почему-то пошла за подругами на экономическую кибернетику, которая, ну, не знаю, каким боком она для меня пришлась. А хотела ехать в Москву и поступать в Москве, но не решилась. Поэтому надо не смущаться мечтать, идти за своей мечтой, и не слушать родителей иногда. Ну да, чётко услышать себя – это очень-очень важно. Я напоминаю, наш телефон опять, да, 9-3-0-6-3-8-4. Он работает для 32-летней Дарты, чтобы собрать ей на последний курс иммунотерапии, который завершит её лечение. Уже есть результаты благодаря вам всем. И результаты очень хорошие. И вообще я скажу, что вот у нас в прошлой программе была Ингрида Шмидта, это руководитель фонда Be Open, с которым мы сотрудничаем. У нас нет никаких своих счетов. Мы сотрудничаем с фондом Be Open, да, и они открывают счёт для тех, кому мы просим помощь, для кого мы просим помощи. И вот она озвучила эти цифры. 116 тысяч 185 евро было собрано вот с февраля по конец мая. И сейчас уже за эти две недели добавилось туда ещё 10 тысяч. То есть это уже 126 тысяч с лишним было собрано. Они все эти деньги, все полностью без каких-то процентов и комиссионных идут на заявленные цели. То есть на лекарства, на лечение, на реабилитацию деток и взрослых, которым нужна помощь, и которым больше никто помочь не может. То есть если не мы, то у них будет всё очень плохо. Поэтому всё это происходит. Мы вас благодарим всегда. И очень, ну как сказать, я даже не знаю, какие слова можно найти, чтобы поблагодарить вас, особенно сейчас, вот в это тяжёлое время, которое, ну к счастью, наверное, заканчивается. Новый этап какой-то будет, да? Не менее может быть тяжёлый, но по крайней мере не так страшно, как было, скажем, в апреле, там, марте. Но вот за то, что милосердие нельзя остановить, а в такие минуты оно ещё и увеличивается, всем большое спасибо. Галя, как ты можешь объяснить это? Что милосердие в тяжёлые минуты, наверное, ещё больше даже как-то развивается. Потому что, наверное, человек себя чувствует не в комфортной обстановке, может быть, ему проще понять других. А это так важно. И то, что Дарта получает эту помощь, это такая милейшая девочка, которой, ну непременно нужно помочь, чтобы она смогла дальше жить и дальше радовать нас, и радоваться сама. Пусть ей помогут все, кто только может. Ну вот и да, и главное, что видны результаты. И это всё случилось, вот она заболела в январе. И это всё, вернее, не в январе, да, в январе она начала вот этот курс лечения. Она болеет, она 17 месяцев уже. И всё было плохо, и там вот от неё и врачи отказывались, и не могли лекарства подобрать. Потом она нашла эту клинику вместе с мамой в Германии, и там ей подобрали именно вот подходящий ей этот метод лечения. Это очень важно. И не хватало только денег. Но когда цена жизни и здоровья – деньги, это, конечно, это очень неправильно. И это надо исправлять. Если есть возможность, надо исправлять. Сейчас Дарта, я уже сказала, она уже играла в теннис. То есть, когда мы с ней встретились, она такая очень слабая была, худенькая, у неё роскошные волосы, а тут она, значит, после этих химиотерапий, соответственно, выглядела иначе. Вот прям цыплёнок какой-то маленький. А так вот посмотреть, это просто вот посмотрите на фотографии Дарты, на страничке «Зелёные лампы», на сайте Mix News LV, и в социальной сети Facebook, на страничке, тоже в группе «Зелёная лампа». Вы увидите, что это просто невероятная красавица. И мы очень хотим, чтобы у неё всё было хорошо. А потом, когда будет хорошо, мы её сюда пригласили. Да, конечно, сберечь надо эту красоту. И человек очень хороший. Она очень хороший человек. Она работала с детьми, тренером тоже. И хочет дальше этим заниматься, и физиотерапию изучает, чтобы тоже помогать людям. 9-3-0-6-3-8-4. А счёт открыт в фонде BeOpen. И тоже можно на нашей страничке посмотреть, если вы можете помочь. Или просто подумайте, хорошую мысль какую-то пошлите. Это тоже очень важно. Это тоже работает. Галина Полторак. Наш гость сегодня включает вместе с нами «Зелёную лампу». И здесь она была не раз у нас, и в том числе и с Рустамом Галичем. Вот у нас ещё есть немного времени, мы не можем про Рустама не поговорить. Как он вообще появился, Влад? Это вот просто очень яркая звезда. Да, действительно. И появился он тоже уже 10 лет назад. Меня познакомила с ним семья Ермолаевых в связи с тем, что идея была поставить демона. И мы через год осуществили этот проект, который потом повторяли в честь юбилея Лермонтова, юбилеев. И сыграли уже в Риге, наверное, 7 раз. И тот первый раз, когда мы сыграли в Большой церкви, в Торник-Анте, это был совершенно незабываемый, очень хорошо снят. При минимальных совершенно возможностях он выставлен в интернете и просмотры собирает до сих пор. И Рустам, несмотря на то, что он уже, я не знаю, в 50 странах мира уже поставил этот спектакль после этого, он всё равно, когда надо продемонстрировать, что это за спектакль, он отправляет именно к нашему спектаклю. А дальше уже он, Рустам, служит литературе, русской литературе. Он выпускник Московского института, Щепкинского. А живёт в Америке? Живёт он в Америке. Судьба его сейчас остановила в Казани. В Казани. Он родом из Казани, и там живёт его мама. И он даже, наверное, счастлив, что оказался именно в Казани, а не в Нью-Йорке. Потому что вот эта вот изоляция дала ему возможность сейчас в онлайне проводить уроки. И у него было, у него столько поклонников, у него проходят уроки на 15 минут. Урок художественного чтения, урок, связанный напрямую с его профессией. Он актёр художественного слова. Поэтому то, чем он всю жизнь занимается, он сейчас это преподаёт. Так что помимо… Ну и с мамой может побыть, да? То есть ты хорошо сказала, судьба остановила. А с мамой действительно, ну мама уже в таком возрасте, когда она требует внимания, и у него есть сестра, с которой он, так сказать, на вахте месяц, она месяц он, потому что маме уже, по-моему, 87 лет. Вот она уже требует действительно повышенного внимания. Единственное, что у него прибавилось в семье, прибилась где-то по пути собака, и он вынужден был её взять с собой, потому что ну просто щенок, который его не отпускал. И теперь этот щенок фигурирует в его фейсбучном, на его фейсбучной странице, очаровательный, наверное, это будет овчарка, овчаровательный пёс с такими ушами зайца, поэтому, ну посмотрим, что... Ну он его собирается забрать в Америку, когда это будет возможность. Вот, посмотрим, что будет. Гали, у нас осталось немного совсем времени, программа почти закончилась, но мы ещё обязательно должны про Лос-Анджелес поговорить. Вот твоя жизнь в последние годы, она связана с Лос-Анджелесом, с выступлениями, опять же, латвийских талантов, которых ты туда возишь. И национальный директор Всемирного чемпионата, это что такое? Вот расскажи, пожалуйста. Всемирный чемпионат исполнительских видов искусства. Это такой конкурс, который проходит в Лос-Анджелесе ежегодно. И начиная с 99-го года я уже туда езжу. То есть история этого конкурса в Латвии развивалась тоже по-разному. В какие-то первые годы, даже три года подряд я делала конкурс в концертном зале «Дзинтери». Но экономически это очень трудно было потянуть. Тогда мне помогал в своё время дедюля, первое отделение, допустим, дети, а второе отделение дедюля, зал «Битком», дети в восторге, потому что столько зрителей. Но это было красиво. Но в этом году он точно так же пройдёт назначенное время, но в онлайне ситуация диктует. И даже таким большим конкурсом решили ничего не откладывать, поскольку в следующем году это будет юбилейный конкурс, а в этом году 24-й. Поэтому в онлайне немножко упростились правила, но обязательно пройдёт. И мы после конкурса «Казинника» тех, кто достоин, мы рекомендуем для участия в Лос-Анджелесе. Это очень успешно, потому что в последние годы победили в Лос-Анджелесе трио «Гринбергов». И в прошлом году ездила туда Марта Литвинова из «Рызакна» аккордеонистка, и Петерис Пауэльс, гитарист из Риги. Тоже очень успешно все выступили. Поэтому, конечно же, мы продолжим активно участвовать в этом конкурсе. И помимо того, мы ещё участвуем в фестивале Благотворительного фонда Спивакова. Они тоже отбирают из наших участников лучших, к себе приглашают, оплачивают их пребывание в Москве. Кроме того, есть какая-то культурная программа. Ребята, которые туда ездят, открывают для себя Москву. Не было никогда таких негативных каких-то впечатлений. Всегда это только восторг. Кроме того, это лучшие сцены Москвы. Ну вот смотри, сколько всего происходит. Просто слушаешь, когда всё это вместе соберёшь, получается очень большая картина, широкая. Какое вот событие ты ждёшь? Вот если всё начнёт восстанавливаться, что в планах самое главное? Ну, в планах я думаю, что мы будем формировать этот конкурс Казинника, Дни Казинника. Дидюля-то приедет? Дидюля приедет, но он уже приедет в следующем году. В этом году не будет. И я уже не знаю, не решила окончательно, а сейчас запросила точно такую же дату в концертном зале Дзинтери. Посмотрим, какие условия предложит в концертный зал. В конце концов, у нас ещё открывается новый зал, может быть, его попытаться использовать. То есть, это ещё не окончательно. Но Дидюля обязательно ждём, обязательно. Ну, мы желаем, чтобы всё сложилось успешно, чтобы реализовалось всё, что хочется. Как ты хорошо сказала, надо себя послушать, послушать, поверить себе и делать несмотря ни на что. И всем нашим радиослушателям тоже желаем, чтобы ваши планы не останавливались никакими эпидемиями, потому что это всё проходит. Как мы знаем, Соломон сказал, проходит и пройдёт и это. Поэтому надо смотреть в будущее. С оптимизмом. И надо понимать, что жизнь предложит тебе какое-нибудь решение, надо его не пропустить. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok